о святом Иоанне Предтечи. Да совершим празднице в честь Иоанна Крестителя. Да увенчаем своей любовью того, больше которого не восставал рожденный женами, по слову Господня. Подлинно ничто так не окружило пророка почестью, как то, что он окрестил Господа. Направимся же к Господнему Крещению, всего более украсившему Предтечу, Царя Небес. И своей любовью проникнем в те места иудеи, из которых мы получили в качестве плода доступ к благам. Лучше же сказать, опишем словами те дела и соберем здесь плод того, что прочитано немного раньше. Предположим себе тот Иордан, принявший своего Творца, пришедшего во плоти, что он течет среди нас. И подумаем, что Иоанн Креститель стоит на берегах реки. И станем созерцать Христа Господа, приходящего к своему рабу и крестящегося от Него, и пальцем указываемого с Его стороны, а с неба – сошествием Духа. И поклонимся мы, почитатели Единосущной Троицы, свидетельствовавшему Отцу и засвидетельствованному Сыну, и свидетельствовавшему Духу Святому. Последуем за книгой Евангелия, путеводящей нас к тому, что мы страстно любим. И, ступая по божественным изречениям, как бы по следам, взбежим к всепрославляемому Таинству Вселенной. И тогда, говорит Писание, приходит Иисус от Галилея на Иордан к Иоанну, крестится от Него. Матфея 3.13 Господь пришел к Иордану, так как сокровище мудрости не совершило ничего безвременно и неразумно. Но все, что предпринял Господь для нашего искупления, Он совершил в надлежащее время. Будучи Богом и Творцом всякого времени и всякого расстояния, Он установил время и действиями тогдашнего снисхождения, как цветами, усеял начало совершенного им. Тогда приходит Иисус, тогда, когда, когда взошел на все ступени возраста, когда поднялся на всю лестницу естества, когда возблистало совершенство Его тела и души, когда в течение тридцати годовых периодов сделался совершенным человеком. Не ложно тогда достичь Иордана, и безгрешный вместе с грешниками пришел для крещения и подклонил свою голову под руку того, бывал желанием принять крещение. И Иоанн Закреститель, точно узнав того, кого давно знал благодаря Отцу, еще в утробе своей матери, сняв с его головы со страхом и великим трепетом правую свою руку, говорит, что это, Господи, что значит это необыкновенное чудо, что это за смиренное и что за тихое зрелище этого появления. «Передо Мною подклоняешь свою голову, о глава церкви! Передо Мною склоняешь свою голову, преклонившей небеса и сошедшей на землю! Передо Мною склоняешь свою голову, имеющую главою Бога! Передо Мною склоняешь голову, которую ему поклоняет и Херувиму! Передо Мною склоняешь голову, которую почитает и перед которой трепещет Серафима! Передо Мною склоняешь голову, соединивший брачными узами Адама и Еву в раю, как в чертоге, и словом наложивший на их головы венец и присоединивший благословение обилия детей и сказавший им «Владитесь и размножайтесь и наполняйте землю», словом выведший из него естество, стройный состав естества, пославший сына противникам смерти, чтобы он насадил большее число, чем сколько та обрезала. Вращающий течение жизни по своему желанию, исполняющий, склоняющиеся к тебе головы всяким освещением, нигде не вмещаемый, изливающий реки милосердия, ты желаешь вместе с другими погрузиться в эту реку? Творец источников, ты решился прибыть в них, требуешь крещения, которое именно ты мне даровал для сообщения его нуждающимся. И какую нужду ты имеешь в крещении покаяния, сам оказывающий милосердие к кающимся? Что за нужду имеешь в такого рода врачестве, одним повелением своим исцеляющий раны остальных? Зачем нужно покаяние тебе, совершающему дела достойные похвалы? Нет, не зашел ли ты к людям только как человеколюбивый? Ты носишь зрак раба, который создал себе, и через него ты осветил свой образ, который сокрушил дьявол. Ты обновил этот образ, как восхотел. Ты сделался отцом всех нас. Не в тебе ли воззван назад изгнанный Адам? Не в тебе ли царствует некогда осужденный род? Нет, не через Марии ли ты воздвиг павшую Еву? Не употребляешь ли всех средств, желая сделать людей равными ангелам? Не изгоняешь ли из земли беззаконие, как нечто злоумышляющее против человеческого рода? Не приводишь ли в жизнь благоустройство, как воспитателя человеческой природы? Не прогоняешь ли мрачной ночи обмана? Не велишь ли восходить дню богопознания для тех, кто желает озерцать красоту его? Не распростираешь ли в душах всех света истины? Не рассеиваешь ли облаков злочестия, как дым? Не подобно ли солнцу правде, облеченному белым облаком тела, всюду рассыпаешь лучи божества? Не девственник ли ты по взору, и поступу, поступи, и виду, и помышлению, и уму, и душе? Не от девы ли устроил себе девственное тело? Уже ли оно нуждается в покаянии и в сокрушении? Итак, зачем буду крестить тебя теперь? Творец реки и податель крещения по человеколюбию, сделавшийся человеком. Тебе нет следа беззакония, и пятно греха не сквернило твоей непорочной плоти. И устами твоими никогда не завладело коварство. И яд аспидов скрывается в иудейских устах, потому что иудеи по рождению ехидны. Языки их коварны. В твоих же устах бьют плечом источники вечной жизни. Потому что, будучи жизнью, ты изрекаешь жизнь и даруешь. Итак, как же, податель настоящей будущей жизни, ты приходишь к этим бедным волнам? Все остальные, крещаемые мною, от меня слышат. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И уверуйте в Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного. В отношении же к тебе, крещающемуся, что мне сказать? Что возглаголовать? Сказать покайся? Кто же примет твое покаяние? Какой другой Бог больше тебя? Сказать покайся? Приблизилось Царство Небесное. И Царству я буду благовествовать о Царстве. И с тобой буду беседовать о тебе. Или ты не знаешь того, что ты? Не знаешь Царства Небесного, неся которое людям, ты пришел с неба. Сказать тебе, уверуй в Господа Иисуса Христа. Я буду вещевать тебя, уверовать в тебя. И кто когда-либо был вразумляем веровать в самого себя? Веровать подобает приходящим, что он есть. Евреям 11.6. Ты же Бог и Сын Божий, хотя явился как человек. И достоин того, чтобы в тебя все веровали. Сказать ли тебе, уверуй в твоего Отца. Но когда ты явился неверующим и враждебным Отцу. Когда ты был разлучен с Божеством Бога, который тебя родил. Итак, что сказать тебе? Уверуй в Духа Святого. Но Он существует в тебе и вместе с тобою. Я требую, чтобы мне креститься от тебя. И ты ли приходишь ко мне? Единородный Сын Божий к Сыну Захарии. Тот, кто был приветствован из чрева, к узнавшему из утробы твое господство, в очеловечившуюся голосу пустыни, столь высокий к тому, кто столь ничтожен. Господь всей твари к слуге, недостойному твоей благости, богатый по природе к бедному по естеству, а богатому только по одной твоей благодати, небесный и земной к тому, кто только земной, имеющий свыше Божество, а снизу человечество к тому, кто прозяб только снизу, такой, владыка, ко мне, ничтожному слуге. Но раб не освобождает господина, свеча не освещает солнца, глина не исправляет горшечника, овца не пасет пастыря, предпечень не украшает царя, река не вмещает в себе своего божества, река не измеряет того, кого не вмещает в небо, и ордан не омывает своего творца. Вода признает сотворившего, эти потоки разве не знают света, и я разве дерзну на служение тебе? Душа моя смущается, рука моя дрожа боится приблизиться к всесвятому твоему телу. 868. Что мне сделать? Что совершить? И трепещу тебя, Господи, страстно люблю, и бежать не дерзаю, и приблизиться не отваживаюсь, и страшусь дать крещение, и страстно желаю получить освящение. Мне надо накреститься от тебя. Я научился поклоняться тебе, а не крестить. Скорее я подклоняю свою выю под твою десницу. Благослови меня, благословляющие годы праведны. Сделай, чтобы я сегодня радостно вошел в ярданские струи, подобно тому, как ты сделал то, что я недавно прыгал в материнском череве. Да, говорит Господь, я удивляюсь твоей, креститель богобоязненности, но желаю повиновения. Ты сделался проповедником моего царства, но должен сделаться служителем и моего домостроительства. Я пришел к тебе, так как это полезно и тебе, и тем, которые тебе подобны. Я пришел с небес, и весь нахожусь в недрах Отца, чтобы соединить тварь с Творцом. Я вот пришел, чтобы взять живыми беглецов. Я пришел как человек, где уже прежде был как Бог, чтобы сделать людей богами. Я взял из вашей среды бедную мать, чтобы вы из дерзновения могли призывать моего Отца. Я вскормлен, как дитя, молочной пищей, чтобы предложить верным себя самого в пищу. Я был облечен детскими теленами, чтобы расторгнуть пузы беззакония. Я возлег не на царском ложе, но в ничтожных яслях, чтобы после моего во яслях возлежания уже никто более из словесности не болел неразумием, как бессловесный. Я принял в моей плоти обрезание, которое прежде я узаконил, чтобы привнести обрезание нерукотворенное. Как первородный, я единородный принес установленную законом жертву, чтобы переменить такого рода жертвоприношение и соделать самого себя удивительной жертвою. Я бежал в Египет, но не перестал быть убежищем для всех. Я сделался малым детяте и совершенным мужем, как ты видишь, чтобы даровать несовершенным совершенство. Я прошел через все степени возраста, чтобы всякий возраст укрепить постепенным преуспеянием. Я прибыл и на реку, чтобы устроить для земнородных восхождение на небо и принимаю это крещение, чтобы доставить моим ученикам крещение паки бытия. Я переношу погружение в воду, подобно тому, как перенес и плотское рождение. Как законодатель чту права закона, чтобы обновить символы благодати. Как здоровый врач принимаю участие в лекарстве больных, хотя и не имею в этом нужды, для того, чтобы измыслив для больных более новую помощь, помощь со стороны купели. Ради грешников принимаю крест, и уже ли уклонюсь от безопасной купели? Я имею перенести тридневную смерть, и уже ли не совершу погружение, не связанного ни с какой болью? Я пылаю желанием снизойти в самую глубину ада, и уже ли не погружусь в волны реки? И так соверши надо мною крещение, надо мною, имеющим крестить и спасать желающих. Окрести меня, намеревающегося поднять на небесную высоту, погруженную во грехи человеческую природу. Окрести меня, как человека на земле, а вверху прославляемого ангелами, как Бога. Будь скорым служителем моих тайн. Измени свой отказ в доброе действие. Останови свой язык и приведи в движение свою десницу. На дело смело возложи руку поверх моей головы, которая ради тебя воспринята из твоей бренности. Получи выгоду от моего крещения, чтобы тебе называться именем крестителя. Оставь ныне. Сначала соверши крещение и тогда уже богословствуй. Сначала окрести и тогда уже поклонись. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Ничто так не украшает возвышенного как добровольное снисхождение, потому что истинная высота не пренебрегает дел скромных. Тогда оставляет его Иоанн, вызывая к нему «Вот, Господи, я исполняю твое повеление. Чему я научился, не зная этого ранее, то с радостью исполняю. Вот я возлагаю свои десницы на твою голову, так как ты повелел это. Я твой раб и сын твоей рабыни, и рука моя твое творение. И река это произведение твоего господства. И источники эти твои создания, и крещение это твой дар. И ты один только знаешь, какое совершаешь таинство. Крестись, крестись, прошу, и спаси, как хочешь, тех, кого ты сотворил. Я блажен, благодаря тебе я необыкновенно рожден и удивительно воспитан в пустыне. И теперь удостойен этого служения. Блажен я избранный тобою для того, чтобы послужить столь великому таинству. О, десница, как много ты вознесена, обренный орган, как много ты почтен. Человека любивый и щедрый Господи, после того, как ты соединил благодать с водами и даровал этим своим погружением как бы некоторую закваску освящения, выйди из вод, униженную молю, Господи, вознеси и обними человеческую природу, лежащую при последнем издыхании, изнемогающую, призри ее добровольно сгорающую, восставь ее, распростертую на земле, как на ложе, и болеющую различного рода болезнью. Как врач, прогони эти болезни. Тебя ожидают хромые, чтобы по твоему слову побежать. Тебя ожидают слепые, чтобы прозреть. Твоего голоса ожидают все мертвые для того, чтобы воскреснуть. Твоего пришествия жаждут сожигаемые зноем несчастье. Явить для всех как роса исцеления. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. Ихе, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голод и не спускался на него. Матфея 3.16 о страшные и удивительные таинства. Небо свыше приветствует того, кого река незаволго перед тем омыла. И Дух Святой богословствует о том, кого окрестил раб. И вот голос небес говорящий, «Тей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». Это крестившийся не по своей собственной нужде, но по одному только человеколюбию, свидетельствуемый Святым Духом, возвещаемый мною, ясно увидевшим его, прежде веков рожденный от меня и теперь плотию, родившейся от Марии, единосущный мне и вам, совечный мне, имеющий одинаковый образ с вашим, создателя дама и отрасль Давида, творец Девы и Сын Девы, воспринимаемый умом и являющийся видимым образом, созерцаемый верою и зрением, совершенный в божестве и совершенный в человечестве. Это Сын мой возлюбленный, это и творящий чудеса, как Бог и страдающий, как человек. Он мой Сын, потому что крест не отделяет от меня того, кто неразделим по естеству. Он пронзаемый даже и гвоздями мой Сын, потому что гвозди его не причиняют вреда божественной сущности. Он Сын мой, даже если и страдает, потому что страдания не в состоянии коснуться его божества. Он и добровольно умирающий по своему естеству противник смерти. Мой Сын, потому что умирать по божеству не есть что-либо естественное. Не желает он этого и не может, так как смерть не побеждает жизни и смерть не преодолевает бессмертие. Он и восстающий из мертвых мой Сын, потому что как Творец Вселенной он воскресит храм своего тела, которому допустил быть разрушенным врагами. Он с этой плотью восходящий на небеса, с которых и не удалялся мой Сын. Принимающий его принимает вести с ним и меня, поклоняющийся ему мне поклоняется, верующий в него в меня верует, умоляющий его меня умоляет, так как оскорбление сына это обида наносимой отцу, приемлющий его и не дающий места излишнему любопытству, но почитающий без ненужного исследования блажен, тей есть Сын мой возлюбленный в котором мое благоволение. Грешники, бегите к тому, кто берет грех мира, осужденные, обнимите человека любивого судью, омертвела из-за грехов, поспешите к источнику жизни. Таковы прекраснейшие дары празднества в честь Крестителя. Все они доставлены нам ради нас явившимся Владыкой Христом, Богом нашим. Ему слава и держава с Отцом и Всесвятым и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.